Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное видео по обновлению Star Stable Online. Посмотрим, что добавили в этом обновлении, что же ждет нас на следующей неделе, ну а также о том, что ждет нас в ближайшие три недели. Так что устраивайтесь поудобнее или седлайте своих коней и поехали! А начнем мы. Первая новость будет, это не самая основная новость обновления, а дополнительная. Возможно, вы уже видели, но нам добавили еще одну масть Аполлузы. Если кто не знает, кстати, Аполлузы продаются на ферме Стива, вот здесь вот они находятся. Но нам давно уже везде интернет проспойлерил, что будет еще одна масть, тоже вороная такая, в пятнышко, которая очень похожа на такого Аполлузского Кнапстропера. И сейчас мы поедем ее смотреть. Но пока мы едем, я вам сообщу еще одну новость, которая меня очень сильно обидела и очень сильно расстроила. Как и большинство игроков, особенно, я точно знаю, русскоязычных, Star Stable, это изменение дизайна иконок. Теперь у нас есть три новые иконки, не знаю, может быть и больше, но я знаю, что изменили три. Первая иконка, это значок наличия, точнее отсутствия Star Rider. У меня его, к сожалению, нету и показать я вам на этом аккаунте не могу. А второй ужас обновления, это изменение значков шиллингов и старкоинсов. Я считаю, они не то что плохие, они ужасные, они не подходят под стилистики игры. Предыдущие моделечки были намного симпатичнее. Это во-первых, а во-вторых, они сочетались с оформлением рамок. Напоминаю, кстати, что несколько лет назад нам уже обновляли стилистику рамок, иконок, Star Stable, но это не коснулось, по-моему, шиллингов и СК. Если раньше мы спокойно знали разницу, что здесь были голубые звездочки, а желтые монетки, то сейчас просто какой-то минималистичный дизайн, который вообще не связан никак с оформлением. Это просто градиентный фон с фиолетовой звездочкой, монетка а-ля, и монетка серебряная с буквой G. Точнее, я не помню, как она называется. В общем, назначающая Джорвик. Шиллинг Юрвика. Ну, то бишь по-английски Джорвик. И, в общем, я очень расстроена. Это ужасно. К сожалению, я хотела бы написать разработчикам в Твиттере, что это ужасно. Пожалуйста, верните обратно. И я надеюсь, что на ней не вернут. И народу это не понравится. Просто я не могу зайти ни как в Твиттер, ни с какого устройства. А если вы знаете еще какие-то способы, куда можно написать разработчикам, то, пожалуйста, распространите это и дозовитесь до разработчиков, что это отвратительно. Мне это не нравится. И вообще, я не понимаю, почему игрушка, казалось бы, частично детская. Не в обиду тем, кто играет уже в взрослом возрасте, за 20 и даже за 30 лет. Но игрушка изначально считается детская, больше как девчачья. И стилистика была единой. Но сейчас вроде бы, да, у нас обновляют, конечно, лошадей, обновляют в будущем модельки персонажей. Но не настолько сильно, чтобы менять обозначение шиллингов и эска. В общем, да, меня это прям очень сильно разозлило. Мне прям противно на это все смотреть. Даже смотреть неохота. Раньше хоть такая звездочка была синенькая. И это, и как ее, и монеточки. А мы тем временем доехали до Форт Пинта. И здесь стоит вот она, красотка Галактика. Она зовется, у нее есть свое собственное имя, я так понимаю. Галактика. Я не знаю, почему она считается за отдельную какую-то лошадь. Ведь это Аполлуза. Но эту красавицу мы точно будем покупать с вами на аккаунт Хины Вестлайн. Уже в ближайшем видосике. Потому что это прям стопроцентная мечта Аполлуза, которую я раньше наблюдала в киношках, документалках про лошадей. Если там говорилось про Аполлуз, чаще всего я видела именно эту лошадь. Да и почти во всех обычных компьютерных играх Аполлузу изображали именно с такой мастью. Но давайте же все-таки почитаем, почему ее зовут Галактика. Потому что, ну, как-то мне это не увязочка в голове. Галактика это пятнисто-щепрачная Аполлуза, происхождение которой покрыто завесой тайны. Эта лошадь может показаться замкнутой и дикой, однако она быстро учится. Если ты проявишь терпение, то заведешь верную и крабую спутницу, которая не испугается самого сложного испытания. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- Ведь она обычная, у нее нет никакого магического облика, у нее нет цветных прядей в гриве, как, допустим, у того же звездокровного севера шведа или у ее соседа по продаже это Эмбермейн. Она достаточно обычная лошадь, что же в ней такого, я вот, если честно, не понимаю. Но покупочка данной лошадки точно будет, ходя где-то я могу купить лошадь, потому что на том аккаунте есть и СК, и есть нужда в данной лошадке. Посмотрим быстренько, какие у нее, как внешне смотрится грива. А грива-то смотрится шикарно, мне очень нравится и ракезик, и косички. Да, кстати, за ракезик спасибо, что поправили меня в одном из видео, когда я выбирала прическу коню, мне напомнили, что эта прическа называется ракез. Косички, вот такая вот с хвостиками, вот такая вот стриженная корешечка. Но я, кстати, о, еще такая вот с челочкой, наверное, либо вот эту ей буду делать, либо вот такую, а может быть основную. Нет, кстати, основную я не хочу, наверное, какую-то длинную. Но это уже не в этом видео. А дальше мы переходим к следующей части этого обновления. Следующая часть это у нас приезд новых гонок с мальчиком, который постоянно привозит нам разные скачки, гоночки для разных пород. В этот раз он впервые посетил Диколесье, вы можете найти его в Redwood Point. У него тут целый гигантский стенд, который не проедешь мимо, очень красивый. Я, кстати, не помню, было ли у Гильермо Гаде раньше значок на груди. Мне кажется, что нет. Я его не припоминаю. И вообще, мне кажется, одежда была немножко другой. Но теперь она выглядит вот так вот. Давайте я почитаю. В каждой гонке лошади и руйка могут принять участие только определенные породы. На доске указано, какие лошади участвуют, где их найти. Почитаю объявление на доске. Теперь у нас есть доска, на которой можно просто почитать объявление. Добро пожаловать на гонку лошадей Юрвика. На какой лошади ты бы хотела поехать? Спасибо, я просто хотела узнать. Шайр, дикая лошадь Юрвика, северо-шведская лошадь. Ну, допустим, дикая лошадь Юрвика. Дикая лошадь Юрвика, загадочная юрвинская порода. Ее можно купить в деревне Вейлдейл или на статьце Redwood Point. А, они теперь вот как сделали. Если вы хотите определенную породу, но у вас ее нет, то здесь пишется, где ее можно купить. На фирме Стива можно купить шайров, северо-шведов. Где же? Па-па-па. На Юрвике ее можно приобрести в Дундуле. Вообще, это очень странно. Если бы эта гонка была бы постоянной, допустим, у нас по всерому Юрвику были бы разбросаны вот такие вот площадки с качками юрвинских лошадей, то тогда бы было бы понятно. Но чаще всего сюда приезжают уже те, кто знают об этой гонке. У них есть все лошади, необходимые для гонок. Так, ладно, давайте же пройдем. Привет, здорово, что ты сюда добралась. Я по дороге едва не заблудился. Меня зовут Гильмира Гадеа, я один из основательных породных гонок Лю. Если ты не знаешь, что такое Лю, то это сокращение от лошади Юрвика. Мы с друзьями это создали, да, это мы все знаем. Мы устраиваем гонки определенных пород и для лошадей с определенными характеристиками. Отличный повод собраться. На этот раз мы устроили гонку в замечательном лесу по пересеченной местности. Чтобы попробовать свои силы, тебе нужен шайр, северо-шведская или дикая лошадь Юрвика. Да, все. Мы поговорили с тобой, мы завершаем это задание и что-то еще. В этой гонке может участвовать... Да, у нас как раз северо-швед, повезло так. Я, если честно, даже не смотрела для кого это, но я подумала, что это для таких тягловых пород. А оказалось, что мой северо-швед сюда подходит. Это приятный бонус. Я не помню, музыка у меня включена или нет. В принципе, здесь, наверное, это и не важно. Гонка пока что кажется мне достаточно уютной, спокойной и несложной. Особенно для любителей покататься по пересеченной местности. Это идеальный вариант. Единственное, да, вот тут на поворотах с некормленной лошадью будет тяжко. А прыжки по воде, я считаю, это очень хороший пунктик. Он приятный. Я лично обожаю кататься по речкам StarSable Online. И я надеюсь, я не одна такая. Кстати, ребята, возможно, вы уже знаете. Да, я говорила, что у меня появилась новая техника. У меня появился новый ноутбук, на который я могу снимать видосы. Но, к сожалению, по техническим причинам, пока что я на нем ССО больше не снимаю. Потому что у меня программа глюкнула и не видит ни один встроенный микрофон. Это связано с Windows. Поэтому я постараюсь, может быть, попытаться перекинуть свою программу со старого ноутбука на новый. Где уже предустановлен русский язык. И эта программа той версии спокойно показывала все микрофоны, которые я подключаю. Если это сработает, то как раз следующие видосики уже будут на новом железе. Я поскорее бы хотела начать это делать, потому что мне очень неудобно. Мне приходится снимать, допустим... Ох, какой гигантский лось! Вы это видели? Мне приходится снимать видосики по ССО на одном ноутбуке. Потом их монтировать, перекидывать на терабайтник. Нести терабайтник домой. И уже вечером перекидывать все это, загружать на канал. А мы тем временем прошли в гоночку. Вот так что я постараюсь как можно быстрее все починить. Гонка мне понравилась. Если бы лошадь была бы ухожена, было бы вообще замечательно. Да, вот только я молодец. Я 500 опыта потратила впустую. Хотя могла бы прокачать 500 опыта какой-нибудь лошади. У меня северошвета просто 15 уровня. Ему расти уже некуда. Так что это все, что было на этом обновлении, на этой неделе. Но теперь давайте поговорим о том, что нас ждет на следующей неделе. А на следующей неделе у нас много чего нового. А нет, я забыла. У нас также есть продолжение. Некоторые сюжетки. Это история от миссис Холдсворт. Если вы хотите узнать некоторые секреты Юрвика, то вы можете приехать в библиотеку Форт-Марея, где миссис Холдсворт расскажет вам много разных интересных историй. Но для того, чтобы все это пройти, вам нужно иметь старайдер и завершить сюжетное задание «Одня из ведьм». Я, если что, его еще не завершила. Ждите видео в скором времени. И после этого мы как раз все это посмотрим. Так что, если вы уже прошли всю джи-жеточку, можете вернуться в Форт-Марея и узнать много разных историй. А вот на следующей неделе у нас уже приходит день рождения Старстейбла. Ему исполняется 11 годиков. Обещают новую стилизацию праздника, новых питомцев и новую шикарную амуницию. Спойлерить не буду специально, потому что хочу, чтобы вы либо этого не знали до последнего, а возможно уже и знаете, поэтому спойлерить мне вам и нечего. Просто желаю вам хорошо провести этот праздник на следующей неделе. И также еще через неделю, то бишь а-ля месячный план, правда в этот раз его сделали на 3 недели, у нас в 2 недели подряд будут обновления, связанные с днем рождения. Поэтому пока что неизвестно, какие лошади у нас будут наверняка в конец сентября. Хотя они должны быть. У нас каждую месяц выходят новые лошади, так что, наверное, последняя неделя с сентября должна будет выйти новая порода. Не обновленная, а новая. А вот какая, мы пока не знаем. Придется сидеть и гадать до последнего. Так что на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео, а я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok